f вы знаете. Помните, что такое f? Данное нам было g. Мы строили функцию f по функции g. f это была сумма значений функции g, взятых по делителям числа. Значит, что вы сейчас должны сделать? Вы должны вспомнить определение функции f и написать вот сюда. Ну, писать буду я, а вы потом будете писать, смотрите, у нас сумма. Функцию f выразили через g. По определению, f это была сумма, взятая по всем делителям. Так, теперь понятно? Понятно. Дальше наступает очень важная штука. Смотрите, как у нас здесь устроено дело. m делится на k, а k делится на что? На d. Вот сейчас нужно сделать некоторый такой переход. Смотрите, нужно понять, что вообще-то число d это любой делитель числа m. Вот если m делится на k, а k делится на d, то на самом деле m делится на d. Это понятно? И написать именно так. Обратите внимание, я сейчас не буду вот это менять. Я сейчас напишу только такую штуку. g от d, где d это делитель числа m. А вот дальше очень важная вещь. Надо понять, это что такое. g от d может встретиться несколько раз. Вопрос. Сколько раз она встретится? Это очень важная вещь. Сколько раз встретится и с какими коэффициентами? Это самое g от d. Ну, вообще-то она встретится вон с тем самым коэффициентом. m от m к. Так? Так или нет? Замечаю, это только вопрос. А как бы это написать понятно? Ответ. Для этого человек придумал стопки. Сумма. Вот здесь надо написать, что такое k. Вообще-то мы это помним. У нас должно быть так. У нас m делится на k, а k делится на d. Посмотрите, пожалуйста. Вообще-то ничего не произошло. Я просто везде, когда было d, я все такие слагаемые написал, как g от d умножить на какой-то там коэффициент. Понимаете идею? d пробегает все значения числа m. Заметьте, пожалуйста, здесь у меня нет указаний про k. Почему? А потому что я все эти штуки, все возникающие значения функционирования, написал вот сюда. Так, а теперь очень важная вещь. Число k, смотрите, какое забавное. Оно делится на d, но является делителем числа m. Понимаете? Замечательно. А теперь смотрим сюда. Это должно быть что-то очень похожее. Есть два числа, m и его делитель d. А между этими числами есть такое промежуточное число k, которое, внимание, является делителем m и само по себе делится на d. Так? Как я могу... Смотрите, вот здесь вот, префиксировано на d, вот это их число конкретное, с ним ничего не надо делать. А я должен что-то сделать здесь. При фиксированном d. d это некоторое конкретное число. Так я могу сказать, что давайте введем новое обозначение. Давайте-ка мы частное отделение m на d обозначим какой-нибудь буквой. m разделить на d. У меня уже проблемы с буквами. Давайте это будет s. Такая буква у вас есть? s. Замечательно. m разделить на d. Это будет s. m разделить на k. m разделить на k. Это будет величина r. Нормально? Ну, я имею право учитывать такие обозначения. Так, тогда, что значит, что m делится на d? Это значит, что s какое-то там натуральное число. Что значит, что m делится на k? Что r? Это какое-то натуральное число. Так? Так. Отлично. И как же перепишется вот эта штука? Как 0. Не совсем. Не совсем. 0, но почти. Давайте смотрим. Сумма. Вот она есть. Была сумма. Я знаю сумма. Mu. Mu от чего? r. Потому что я обозначил m делить на k буквой r. Так? Так. А вот теперь дальше очень интересно как написать, что m делится на k. Ну, то, что r целое число. Поэтому сумма берется по r. Хорошо. А как то, что k делится на d? Вот-вот-вот. k делится на d. Давайте я k напишу, как m делить на r. k это m делить на r. Все понимают? k это m делить на r. И оно должно делиться на d. Замечательно. А что значит делиться на d? Значит, когда поделишь на d, то должен быть целый результат. Вот это число должно быть целое. Да? Замечательно. А что значит это число? m делить на d это s. Значит, s делить на r должно быть целое. Как это пишется в форме? s делится на r. Ну, ребята, сравните. Это и это. Разве это не ответы? Что значит, что здесь написано m мю от l, а там написано мю от r. Ну, в принципе, если угодно, я мог бы вообще какую-то l ввести. Если вам уж кучей хотелось. Ну, с числом m немножко хуже, потому что m у нас раньше было, поэтому не получилось бы. Но в любом случае, согласитесь, что это то самое. Правда? И, значит, чему равна вот эта самая сумма? Ну, почти нулю. Потому что, помните, m было больше единицы. Всегда ноль, кроме одного исключительного случая. Когда вот это вот число равно единице. Что это за число? Это s. Правильно? s должно равняться единице. Отлично. А когда s равно единице? Когда d равно единице. Значит, вот эта самая штука, это практически всегда ноль, кроме одного случая. Когда d равно m. Ну, значит, вот эта штука, вот вся эта большая сумма, это как раз и есть gm. А нам и нужно было доказать, что это gmd. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...